Почему подросток не признаёт авторитет родителей? Эта тема, она очень интересна, и нужно её рассматривать вот с какой стороны. Дело в том, что когда ребёнок отрывается от матери, это происходит в момент полового созревания, у него происходит как бы изменение вообще образа жизни. То есть до этого момента он, в общем-то, учился жить, а всё за него делала фактически мать. И вдруг он оказывается в состоянии, когда теперь он сам себе голова, никто ему на самом деле не помогает. А если помогает, то это его на самом деле раздражает. Почему? А потому что теперь он сам себе должен доказать, что он состоятельен, что он силён, что он эрудирован. То есть он должен быть самодостаточен. И если у него этого нет, то начинаются всякие выверты, вроде пирсингов, тату, ушей, как у папуасов, причесок петушиных и так далее. То есть человек должен себя показать другим, что он из себя что-то представляет. И такое же отношение к родителям. Когда они начинают ему помогать, так как они это делали реальше, он отвергает их помощь, потому что он должен сам себе доказать, что он сам всё может один. И в этом находится ключ того отношения к родителям, которое вдруг возникает у подростка. И это надо понимать, потому что чем подросток менее уверен в себе, тем больше он отвергает помощь родителям. Когда человек уверен в себе, у него не возникает вот этого конфликта с родителем. Вот так надо понимать эту проблему. Поэтому даже если вы хотите помочь ребёнку в этом состоянии, вы должны это делать так, чтобы он не замечал вашей помощи. То есть вы должны утверждать, что он всё решает сам. Это не мешает вам контролировать то, что происходит. Только надо делать это так, чтобы он этого не замечал. Если вы это можете сделать, это будет самый лучший вариант. Продолжение следует...